Рост безработицы, массовый отказ мировых корпораций Работает на российского потребителя, увеличивающийся дефицит товаров Вот что накапливается в России и ждет страну в будущем Инфляция замедляется, в том числе под влиянием укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий Еще несколько банков России сегодняшнего дня будут отключены от международной платежной системы SWIFT В черном списке оказались Сбербанк, Московский, Кредитный банк и Россельхозбанк Все они входят в число системно значимых и крупнейших по активам кредитных организаций От SWIFT уже отключили 7 российских организаций Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ты что, долбил? Это исторический факт На 84% просели продажи машин в России В мае продали меньше 25 тысяч авто Это самый низкий показатель с 2006 года Санкции и международная изоляция привели автомобильную отрасль в тупик Из более чем 20 заводов в России работают сейчас только два Один местный и один китайский Фактически расторговываются те остатки, которые были завезены в Россию до известных событий Рынок сильно сжался То есть он сжался в разы, примерно в 10 раз Уменьшилось количество предложений новых автомобилей Реальность изменилась Что случилось? Почему все это происходит? Обычно, если у вас экономика сильнее, если ваши компании конкурентоспособнее на мировом рынке Ваша валюта укрепляется Поэтому людям свойственно думать, что укрепление курса национальной валюты Это признак сильной экономики Но Россия – это такой уникальный пример, где укрепление рубля – это побочный эффект ужасных событий в российской экономике Что это за ужасные события? Это сокращение импорта Половина российских торговых партнеров, даже большинство российских торговых партнеров, а именно западные страны, включая Евросоюз, самый главный российский торговый партнер, перестали продавать в Россию почти все Это означает, что вам доллары в России в общем не нужны, потому что вы на них все равно не можете ничего купить Раньше вы могли купить на них полупроводники, высококачественную сталь, чтобы, например, производить танки Двигатели для самолетов, подшипники для того, чтобы производить поезда А сейчас весь этот импорт закрыт Импорт в России сократился почти в два раза Положите просто пальчик на свои глаза, ну примерно вот так вот, вот положите, вот так вот, сделайте Возьмите кулак, сожмите его, расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй А поджигая весь мир, Соединенные Штаты могут вызвать обратную волну для себя И их накроют очень хорошо, не говоря о том, что Россия в этой ситуации может выступить Неким островком стабильности И я уверен, что и так и будет И потихонечку те страны, которые вокруг будут поджигать, бывшие наши сателлиты Бывшие наши дружеские республики, рано или поздно к нам будут возвращаться И будут с нами дружить экономически и политически И таким образом, сегодня Соединенные Штаты в своей политике делают все для того, чтобы восстановить СССР номер два Сказочный доллёб Зачем его только из больницы выпустили? Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие Как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения Сама определяет своё будущее Опирается на свою историю, культуру и традиции И отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности Расчеловечивания и нравственные деградации Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены И залогом тому И залогом тому мужества и героизм наших воинов Консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России И сегодня хотел бы остановиться на ключевых принципах, на основе которых будет развиваться наша страна Наша экономика Первый Второй принцип Третий принцип нашего долгосрочного развития На петербургском экономическом форуме печаль Окно в Европу заколочено Былые славные годы, когда самые видные политики и бизнесмены приезжали в Петровград далеко в прошлом Если раньше на форум приезжали главы государств и представители прогрессивных экономик, на фоне вторжения в Украину почти все страны мира отказались от участия Поэтому России пришлось оправдывать международный статус мероприятия приглашением глав лояльных Кремлю Казахстана, Армении, Боснии и Герцегодины и Египта А также представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР Экономический блицкрик против России изначально не имел шансов на успех При этом санкционное оружие, оно, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое Теперь на берегах Невы немного гостей, разве что китайцы, киркоров, да афганские талибы Цивилизованный мир не желает общаться с варварской страной, устроившей в сердце Европы полномасштабную войну после 75 лет мира То, что происходит, похуже, чем в коммунистические времена, даже хуже, чем во времена Олимпиады Леонидовны 1980 года Как быстро и сколь решительно вырублена Россия из мирового сообщества Нас с вами боится весь мир Официальные пропагандисты режима пыжатся и надувают щеки, но выглядит это бесконечно жалкими потугами на величие В такой изоляции Россия не была никогда за свою историю, разве что в годы схизмы 15-го начала 16-го веков Да и то не так безнадежно Поэтому у нас и все так, понимаете, через одно место Достойный итог 22-летнего правления пересидента России Это уже о чем-то говорит, что нас зачвырили Давайте пойдем дальше Правление, как оказалось, глубоко непрофессионального, авантюристического, безответственного даже по советским меркам Если бы не он, им нас бы сейчас существовало Так оно и есть Пресловутый волюнтаризм Хрущева в сравнении с этим верх государственной мудрости Я даже не хочу комментировать Российская империя всегда существовала в концерте держав Россия большевистская уже прорвала изоляцию и всеми силами старалась вновь войти в этот концерт Правда, за спиной, как и пристало бандиту, действуя коминтерном Вы понимаете? Хрущев договаривался с президентом Эйзенхауэром Брежнев подписывал хельсинские соглашения И уже в старческом слабоумии согласился на Афган Здесь все умные люди, все все прекрасно понимают Путин добровольно остался без всего развитого мира Даже Китай его боится и сторонится Даже Иран – достойный финал Это такой тупик Я не очень понимаю, как из него можно выйти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok